привет друзья сегодня речь пойдет о наушниках вот таких начать это восемнадцатый год новая версия первая версия прошла мимо обзора она тоже есть ну как-то нет не получилось давайте заглянем быстренько в коробочку естественно открыто подключение я их уже закинул боксик откладываем коробки в коробке нас еще это инструкция коробки у нас запасные амбушюры в коробку у нас еще коробочка посмотри и еще коробочка тут у нас провод два переходника юсби си юсби а микро юсби везде избиси тут что тут фигня какая-то вот чёточка для почистки и контактные площадки новые это нас вообще мало интересует это тоже все нафиг убираем и открываем вот так вот они примерно выглядят значит что вам сказать сниму чехольчик будем сравнивать значит вчера целый вечер я слушал заряжал разряжал включал выключал функции здесь очень много наворотов очень много прикольных функция трекера и своя память и всевозможные допустим ambient sound это повтор звука с улицы да как его называю но по ощущениям вот честно вам скажу вот по ощущениям я как в танке в этих наушниках потому что это затычки это их главный минус вот честно вам скажу для ну пока не мере для меня это разные продукты абсолютно с разным назначением они принципиально разные как вы видите по дизайну мне больше вот это дизайн нравится мое предпочтение вот что касается удобства подключения не знаю как эти подключаются к самсунгу ну а к остальным телефонам они подключаются абсолютно как обычный bluetooth наушники значит вот у нас сзади есть индикатор заряда бокса проводочек мы втыкаем и кнопка bluetooth если мы вставляем сюда наши наушники кейсом их распредавили мы увидели индикацию пошла зарядочка мы видим что и он заряженный сам если мы нажмем мы подержим кнопочку мы можем их ловить по bluetooth подключаться что хотелось бы сказать по ощущениям значит назначение наверное разная абсолютно вот вот эти наушники классные были бы для тренировок вот у меня есть беспроводные платроникс платроникс вот они очень крутые я постараюсь конце видео хотя бы просто показать вам их вот сумасшедший звук работают по моему около двух там 2220 по времени и вот с учетом того что там тоненький проводочек и совсем маленький маленькая батарея очень крутые наушники вот что касается времени автономной работы вот эти наушники могут играть практически 24 25 часов благодаря то есть apple однозначно не обманули когда сказали что наушники на одном заряде живут до 5 часов плюс очень быстрая подзарядка и кейс может подсередить их еще пять раз то есть примерно 24 реальных 24 часа вот эти наушники сдохнут через пару часов вот но опять же вопрос в предпочтениях вопрос что кому нравится по качеству звучания однозначно выигрывает airpods это и чистый звук это и очень крутые басы вот и ты слышишь улицу ты слышишь что происходит вокруг тебя в этих даже с функцией эмбиент саунд ты все равно как будто ведро тебе на голове ты сам себя слышишь гудешь галдеж вот но наверное все таки для прослушивания не знаю наверно как гарнитуры они классные вот для прослушивания музыки однозначно мне они не 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 понравились вот честно вам скажу и даже люди у большие но это совершенно другой класс конечно блядио звучат намного круче платроник звучит намного круче ну а биц вообще понятное дело это совершенно другая друг другая тема значит что касается наворотиков вот здесь очень крутая тема это датчики ухо которые позволяют вот кстати можем посмотреть я только приоткрыл кейс и сразу мы видим видите то же самое происходит на айфоне только открыл кейс по моментально подключается моментально мне не нужно заходить блютуз мне не нужно ничего искать мне не нужно ничего переключать вот так же он автоматически поддерживает сири автоматический старт пауза то есть ты одно ухо вытащил любое музыка либо фильм либо чтобы ты не слушал не смотрел стала на паузу вытащил второе остановилась ставил обратно ухо воспроизведение продолжилось поддержка сири то есть в iOS 12 еще такая фишка что сири можете слушать всегда вот но как вариант как вариант можно поставить двойной тап на правое ухо то есть они еще и настраиваются настраивается в bluetooth в настройке устройства и earpods можно настроить ты можешь старт пауза следующая дорожка вызывать серии и так далее то есть там есть определенный набор из 5 6 функций которые ты можешь выбирать здесь таких настроек нет здесь есть меню из трех пунктов то есть если ты нажал подержал наушник в ухе он тебе голосом проговаривает функции может быть есть приложение на самсунге честно вам скажу не 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 брался я даже не анализировать вопрос вот мы говорим о подключении то есть вот эти наушники могу подключить андроиду и работают они прекрасно с нашим чудесным лейко без всяких проблем вот эти эти работают точно также с айфоном без проблем и с лейко без проблем но звук намного тише и звук намного ну скажем так качество по сравнению с airpods конечно хромат они примерно в одной ценовой то есть эти там 160 долларов это по моему 130 или 140 стоит плюс минус как бы это одна ну скажем так одна ценовая категория вот что вам еще рассказать рассказать что вы сейчас обратите внимание как это работает кейс когда захлопываешь ты прижимаешь их и у них начинается зарядка я не понимаю почему сейчас начинается зарядка ведь мы их не использовали вообще как минимум это странно то есть если мы откроем на кейсе посмотрим на кстати я вот не знаю если на чехлы потому что допустим airpods я бы не рекомендовал использовать без чехольчик а вот такой чехол спасает очень очень спасает их потому что они периодически норовят вылететь и поскакать по асфальту так как он такой глянцевый красивенький а вот они зарядились видите вот такой вот коротенький обзор честно вам скажу наушники ну во первых потому что затычки мне не не понравились эти наушники ты про них забываешь просто забываешь что они у тебя есть смысле в ушах вот эти ты как будто прицепил на ухо не знаю граммофон какой-то на ухо повесил и ходишь с ним плюс он тебя глушит он все равно закрывать то есть за рулем я бы в них не ездил кто-то то есть если в airpods я могу ездить в двух наушниках за рулем без проблем разговаривать либо с одним как гарнитурой то с этими я бы не ездил потому что очень очень мешают дело привычки конечно дело предпочтений но я вам хочу сказать что многие ребята которые пробовали вот эти версии ушей начинают узнал о том что airpods подключается без проблем к самсунгам особенно к новым и работают там без проблем работает все кроме вызова сири покупают себе airpods ну вот как то так случилось хотя наверное все таки имеет право на жизнь вот это вот версия и кому что нравится ну мне по крайней мере не очень честно не очень если опять же если мы берем для тренировки то есть наушники пантроник сейчас я доберусь домой вам покажу их они очень крутые они как раз для этих целей они там водозащищенные влаго защищенные то есть я в них протренировался это затычки я в них протренировался несколько лет вообще без проблем и там ничего ниоткуда не выпадает не вылетает вот эти все таки имеют шанс вылететь потому что но он он все равно чего-то довесит этот наушник вот он мигает ищет ухо контактные площадки честно говоря я не уверен что если вы будете тренироваться их вдруг не зальете эти наушники еще один момент о котором я хотел сказать если они вдруг заглючены не удивлен пальцем дотронулся до датчика наушники подключились телефону сбили запись видео ну почему-то вот тут такого не происходит вот значит если мы вот эту фигню вот так делаем вот эта точечка это кнопка сброса наушников ну вот он на airpods такое невозможно то есть он сейчас начал играть музыку которая в памяти наушников не знаю не знаю я ну вот честно вам скажу я ожидал намного больше вот этих наушников намного то есть я думал что это будет реальный конкурент вот этим вот наушник этого не произошло вот честно сказать пока для себя я вот для повседневного использования мы не говорим о каких-то профессиональных мы не говорим о каких-то там супер звуках просто вот нормальное качественное использование нормальная качественная гарнитура нормальное качество качественное звучание музыки ну я пока лучше вот этого варианта не могут ну если хотите просто ради интереса попробуйте не надо ходить сразу вот samsung лучше вопросов и просто попользуйтесь вот этими наушниками и попользуйтесь вот этим и сравните их лоб тогда станет все на свои места я не мог бы делать выводы если бы я не пользовался уже два года вот этими наушниками не попользовался вот этим также я знаю как работает еще и первая версия этих наушников думал что вторая версия будет реально крутая ну они напичканы очень много там функции и так далее я ссылки на описание вставлю даже не будучи рассказывать это абсолютно не имеет значения вот тоже этого функции узко определенные для каких-то там задач вот нас интересуют два момента это разговаривать через них и слушать через них музыку либо смотреть кино все это то для чего мы покупаем наушники все остальные там тренировочные какие-то 10 дела это все второстепенно это вот эти тоже для тренировок классные но не знаю если прям очень мокрый то конечно я тоже не рекомендовал хотя в них практически нереально чтобы попала вот вот так друзья вот такой видосик сейчас я попробую вам еще пантроникс показать если найдут ну вот друзья я вам обещал показать еще раз открываем вот эти чудо устройства и вот у меня от моих пострадавших у меня были бит наушники упал с велосипеда порвала короче говоря от них остался чудесный чехольчик который я использую для вот этих вот замечательных наушников вот это уши супер именно для тренировок это наушники если я не ошибаюсь они называются фантроникс бэкбит гол 2 или 3 не по-моему 2 вот они стерео это вакуумные затычки очень похожи на вот эти вот просто без провода ну вот значит они с внутриканальным креплением в ушах сидят отлично не вылетают у них есть автоподстройка громкости у них есть цифровое шумоподавление у них есть а 2 дипи это такая штука которая advanced audio distribution профиль короче это расширенный профиль распространения аудио не знаю для чего может он пригодится вот но суть в чем звучат они неплохо они просто очень легкие вот вообще я сейчас на скидку не она сейчас открою ради интереса нигде вес не указан вес 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 нет веса я нигде не вижу но что касается этих наушников они работают заявлено правительным 10 метров но общей метров до 15 до 20 если без помех вообще без проблем они реально выдерживают в режиме разговора где-то 4-5 часов примерно того же то есть имеет это 4-5 часов работы в режиме музыки но если прямо очень громко там на максимуме слушать то часа три для любой тренировки в принципе должно ходить вот друзья так что вот наушники для любителей скажем так какие хотите выбирать все они классные все по-своему я для себя выбор делал в пользу airpods вот кому-то больше понравится самсунг кто-то будет пользоваться вот такими наушниками они более дешевые они стоят в районе баксов наверно 50 примерно ну плюс минус вот поэтому все зависит от того для какой цели вы планируете их использовать вот я для всех целей использую вот эти единственное что люди о которой есть у нас на канале вот я их периодически использую для просмотра телевизора когда все спят а мне хочется посмотреть кино хорошим с хорошим звуком я включаю и смотрю фильмы вот друзья то что хотел сказать собственно вот такие вот вещи я сильно не заморачивался в не углублялся функционал то есть там очень много функций вот здесь очень много функций вот здесь здесь даже больше там куча каких-то специфических наворотов ну вот рассматривали исключительно как наушники для звука для музыки для кино и как гарнитуры вот друзья все что хотел сказать обязательно лайк подписочку и всего вам хорошего в новом году пока